Пожалуй, сегодня самая обсуждаемая тема – погода. Вернее, не погода. Прошедшая минувшей ночью гроза нанесла урон населенным пунктам. Из-за шквалистого ветра несколько городов из сел Чуваши остались без электричества. Сегодня утром об этом главе республики и председателю кабинета министров доложил председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Больше всего пострадала шумерля. Из-за сильного ветра повалены десятки деревьев. Оборваны линии электропередач, повреждены газовые сети, без электроэнергии остался водозабор города. К восстановлению приступили уже ночью. Это уже третий случай за июль месяц, когда у нас облажной дождь с сильным сошквалистым ветром. В эту ночь больше всех пострадала первоначально это город Шумерля. Было повалено десятки деревьев по улице Ленина в частном секторе. Коммунальщики работали всю ночь. Чувашинерго перебросил свои дежурные силы именно в город Шумерля. Резервные бригады. И в принципе к утру многое было уже сделано. Утром вышли помимо коммунальных служб на помощь к ним специалисты Шумерлинского комбината автофургонов. Техника и люди помогали разбирать, спиливать и убирать деревья. Было повреждено в других местах газопровод. Деревья упали. И у нас предпосылка была, что из-за отсутствия электроэнергии водозабор встанет. Но слава богу, все обошлось. Электроэнергии на водозаборе восстановили в 7.30. А в целом по городу электроснабжение восстановили в 10.30. Вчера же были подготовлены две бригады для развала завалов. Вот вы сейчас наблюдаете. Сейчас еще одна бригада в другом месте. Задействованы 6 единиц техники. Все мупы в городе также задействованы, работают по ликвидации чрезвычайной ситуации. Отключилось электричество из-за грозовых разрядов в семи сельских районах. В Маргаушском районе сгорели сарай с сеном и зерносклад. Сейчас там идут восстановительные работы. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.